Сегодняшний митинг как никогда скоротечный, без торжественных речей и поздравлений. В условиях пандемии массовые сборы запрещены. Открыли митинг служащие Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области. Соблюдая воинские традиции, они возложили венки к памятнику Героя Советского Союза Анатолию Бредову. После почтили память героев военного Мурмана, руководители города. Сотни жизней, тысячи жизней мурманчане, горожане отдали за эту победу. Только докеров в торговом порту на рабочем месте погибло 136 человек. Это высочайшая награда и город ее достоин. Лучшим памятником погибшим является наш город, возрожденный из пепла на берегу Кольского залива. Город Мурманск, который всегда был городом-тружеником и сыграл особую, неоценимую роль в период Великой Отечественной войны, стал действительно городом-героем. Почти 105-летняя история Мурманска связана с особым вкладом в развитие нашей страны. Особая роль в обеспечении поставок для Советского Союза. Особая роль в сдерживании врага здесь, на рубежах Кольского заполярья. На долю военного Мурманска выпали суровые испытания. Захват Кольского полуострова был одной из главных задач немецкого командования. Жители, несмотря на постоянные бомбежки, продолжали работать, а рыбаки выходили в море на промысел. В этот день я хочу поздравить всех мурманчан, да и всех жителей Мурманской области, потому что город Мурманск, он не отрывен от Мурманской области. Вот с этим высоким званием я хочу пожелать всем, чтобы мы, жители сегодняшнего Мурманска, соответствовали памяти наших отцов, матерей, дедов, бабушек, которые своим героическим самопожертвованием действительно завоевали для нашего города, это звание. Мурманск выстоял, жители подняли свой город из руин. И только через 40 лет после окончания войны город получил свою долгожданную звезду, заслуженное звание – город-герой.